Сегодня в Казань приехал руководитель российского фонда помощи, больше известного как РУСФОНД. Вот уже год мы ведем совместный проект в помощь больным детям. Мы помогаем вам помочь малышам, которые очень хотят быть здоровыми. Дарья Турцева продолжит тему. Они очень просят. Просят не игрушки и планшеты. Вместо забав и развлечений у этих детей на повестке дня вопрос жизни и смерти. Если дадут деньги, значит вылечат. Не дадут. Что будет, если не дадут? Родители даже думать боятся. Конечно дадут, помогут. Помогут чем могут. И родственники, и просто незнакомцы. 9 миллионов человек участвует только в работе РУСФОНДА. Только. А ведь есть еще Подари Женчу, Панхаматов. А есть еще Линия жизни, фонд классный, который тоже детям помогает. А есть еще Помоги ОРК, который помогает тоже детям. Я могу назвать там три десятка крупных фондов по России. Скоро год, как ГТРК Татарстан, РУСФОНД и, конечно, вы начали совместный проект. Вместе мы вылечили 45 детей. Кому-то нужен был слуховой аппарат за 80 тысяч. Срок его службы 10 лет. Кому-то дорогое лекарство. Одна ампула 250 тысяч рублей. Одной хватает на неделю. Лечение пожизненное. Была исполнена каждая просьба. Россия беременна благотворительностью. Почему? Потому что, в принципе, народ добрый. Мы просто немножко подрастерелись. А теперь собираемся. За 17 лет, что существует РУСФОНД, собрали 141 миллион долларов. Только за месяц этого года 120 миллионов рублей. Лев Амбиндер отмечает, РУСФОНД всего лишь помогает помогать. Принимает письма, подыскивает клиники, договаривается о скидках. Самое главное делайте вы. Отправляйте смс со словом «Дети» на номер 5541. Ретор с Вайрат Каюмов. Вести Татарстан.